Ну и дальше, вот как раз по поводу алкашки, да, как они... Как ты тыщет в меня пальцы? Перестань! Я, между, даже не попробовала, понимаешь? Давай! Есть, да? Так, друзья мои, это я не хлопаю вам, это я синхронизирую ЗУ, хотя и вам, конечно, да. Молчать, все молчать, гусары молчать. Здравствуйте. Ну ты могла бы подождать, там, как обычно, ну все, уже начинай, привет, вот я тебе сейчас... Ну у нас такой, знаешь ли, формат, когда впервые, мне кажется, все, что вы видели о Павле через экран, через монитор, впервые вы будете участвовать в этом с нами. Шабаши. Потому что мы, как всегда, не готовились. Нет, ну, нет, ну я подготовился чуть-чуть. Нет, нет, ну, конечно, мы готовились, во-первых, есть тематика лекций, во-вторых, у нас сегодня с тобой, Паша, вообще, все необычное. Этой зимой будет все необычно. Кроме одного момента. Название, название этой группы. Нет, у меня есть два типа костюмов, одни хорошо на мне сидят, а другие спадают. И я в те штаны, в которые я влез, они такие, знаете, я покупаю специально на веревках, потому что удобно проходить все эти металлоискатели. Я понял, что я в этих штанах, у меня нет ремня, поэтому сегодня будет... Мы ждем буквально. А можно не подтягивать штаны каждые пять секунд, пожалуйста, а, ну что за лектор еще, я не понял, а вот, так что... Я буду сегодня немножко такой дерганый, я такой, Майкл Джексон такой. В общем, ничего нового. Ты даже с ремнем так делаешь, это по-первых. Нужно, я думаю, еще и представить вам вот этот необычный стол, потому что у нас есть помимо нас с тобой, помимо заявленной темы, как вы понимаете, будет информация по поводу этой темы, и есть вот эти прекрасные ребята. Да, специально обученные люди, которые будут делать эту. Я не сегодня вас буду почивать, не поверите, но настоящей женкой. Если смотрели выпуск, в котором мы в литературном кафе были недовольны, мы решили это исправить и пригласили... Настоящих гусар. Настоящих гусар, но по пути гусара, понимаешь, заменили шпаги, ой, не шпаги, заменили сабли свои на шпаги и на шампура. Но я хочу сказать, что на самом деле это никоим образом не нарушает олдскульную тему, потому что я зачитаю вам отрывок из произведения Львани Кайла Читастова «Юность», где они готовили как раз... Заходите, 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 у нас как раз есть шпага, на которой мы вас сейчас насадим. Где они готовили женку именно на шпагах, причем на студенческих шпагах. Потому что вот, если кто-то из вас читал «Мой путеводитель», я там писал про то, что, например, раньше у... Ой, там была такая хорошая симфоническая музыка до этого, а теперь вот пошла... Это как и в жизни, Паша. Да? Да, понимаешь, когда все ушло нормально, а потом твои шутки. Никогда не готов. Почтальоны даже раньше ходили с саблями, представляете, да? Поэтому шпаги, it's ok. Да, и, собственно... Здравствуйте, проходите. Проходите. А зачем вы эту музыку с собой принесли? Она сама. Она сама? Да. Какого сама? Женского пола. Женского пола? Да. О, наш человек. В общем, что я предлагаю сделать? Я предлагаю, на самом деле, процесс начать. И параллельно мы будем... На самом деле, у нас есть даже презентация. Она сделана пятиклассникам в рекламном агентстве «Пятиклассники», да? Ну, просто мы сначала не планируем еще показывать на экране, да? Потом, если что, здесь экран, ну, и свояли в последний момент. Это к тем, значит, ребятам, да, которые говорят, нельзя, презентацию было получше сделать. Можно было, но зачем? Нам главное картинки показать. Поэтому, друзья мои, мы поприветствуем наших гусар. Здравствуйте, гусар. Слушай, я тебе предлагаю пару слов вообще заявить, рассказать, что будет происходить. Его будет слышно, да, в меня? Ну, в тебя, в тебя, в тебя, Татьяна, всех слышно. Я просто буду рядом. Вот это типа реинкарнация, или как это называется? Реконструкция. Неплохо, Ливна, хорошо. Да, реконструкция сженки, вот, видите, тут на саблях, на самом деле, вот, торчет сабля. Напрашивается анекдот. Папа, что это, знаете, да, этот анекдот? Еще один анекдот, который ты никогда никому не расскажешь? Ну, это очень жесткий анекдот. Мы все люди взрослые, да, ну ладно. С этими анекдотами. Папа, это что? Сабля. Что бляс пибля? Ну, вот, как бы, такой вот. Извините. Кто-то мог не знать. Гусары, молчать. И ты представляешь, вот эту вот вакханалию устраивает, на самом деле, мне кажется, ну, вполне мог быть какой-нибудь бар, ресторан подобного толка, подобного вида. Обыкновенно ведь это как происходило. Под закрытие вваливаются гусары, просят весь бар слить куда-то. Естественно, на чем можно поджечь крепкий алкоголь? На своих же собственных саблях, сахарная голова. Вот эту всю сладкую нечисть пили много и больно, мне кажется, потому что голова болела однозначно завтрашним днем. Ну, ибо что будет входить в наш сегодняшний коктейль, который мы будем спаивать вас, конечно же. Что будет входить, друзья? Сегодня у нас будет настоящая гусарская жонка по, наверное, реинкарнированным таким старинным рецептам. В нее будет входить несколько ингредиентов, основной из которых это довольно крепкий ром. То есть, почему крепкий? Обычно ром, как и, в принципе, любой стандартный алкоголь, крепость составляет его около 40%. Но для такой жонки нам такой алкоголь не подойдет, поэтому нужно что-то покрепче. В данном случае у нас есть прекрасный ром с мартиники, это французский стиль ромов, ром агриколь. То есть, что означает агриколь? На самом деле означает, что это ром... Ну, пока рассказывайте, я пойду своих любимых котяток рассаживать по местам. Это ром сельскохозяйственный, то есть тот ром, который сделан почти как... Тот ром. Вот этот ром, да. Это кристовино, конечно, это в конце. Вот. Этот ром сделан практически как кашаса, то есть он будет очень ярко отдавать ароматикой зелени, сухофруктов, браги и вот таких вот, знаете, дрожжевых оттенков как раз. Но это только ром. Чем мы дополним сегодня жонку? Мы дополним ее сладким десертным белым вином. Почему так? Потому что, в принципе, культура питья в нашем мире, она отталкивается от того, что раньше, лет сто назад, люди пили напитки в два, а то и три раза слаще, чем пьют сейчас. То есть, такие коктейли, как драй-мартини, стали популярны только с начала 20 века. А до этого люди пили алкоголь плюс сахар, плюс биттер, биттер плюс игристое, сахар плюс алкоголь. И, на самом деле, это все было довольно сладко. И, чтобы нам повторить ту самую жонку, мы ориентируемся на те самые вкусы, которые были больше 150 лет назад. Да давай уже! Давай! Начинай! Начинай! Вопрос, да, вопрос. Сабли при этом не портили? А вот, смотри, на самом деле, мы хотели взять сабли в аренду, но там был залог, сколько залогов? 20 тысяч. Мы пожалели, потому что, нет, мне сказали однозначно, при соприкосновении с открытым огнем, а это неизбежно будет происходить, да, стали, ну, она не деформируется, но так или иначе, очистить будет невозможно. Поэтому бог с ним с сожженным сахаром. Но мы отказались от этой идеи, поэтому у нас теперь шампура и сабли. Нет, на самом деле, я вот, если хотите, смотрите, мы, 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 да, не та, о, отлично. Все, продолжайте. Господа, наконец-то я могу пойти отдохнуть, и мы, вообще, моя мечта, на самом деле, сделать так, чтобы какого-то, знаете, виртуального клона завести, я бы такой на диване. Как тщеславно, фу. У меня вчера был день рождения, ты бы видела, какие торты, вот здесь чудесные сидит, вот вообще. Я видела фотографию. Компания, да, и прекрасная моя зрительница, постоянная экскурсантка, там мне принесли торт, но я поставлю на видосе. Короче, реально, у нас была последняя съемка, где у меня Рокес косой, и там была съемка, снимали очередной какой-то про войну сериал на Исаакиевской площади, и там повалили все знаки, и я этим воспользовался, взял такой знак, и мне приносят торт, и я стою с этим Иракезом, с этим знаком, и вчера одна откусила Иракеза, вторая откусила голову мне. Но мы-то знаем, понимаешь, о тебе уже многое, поэтому не переживай, девчонок. Льется, льется, да. Я сейчас, смотрите, я пока переметнусь. Пока ты переметнешься туда, я хочу обратить ваш взор на тот букет из воды, который я принесла для тебя. Если что, сженки? Да. За спиной твоей стоит, собственно, мера, которой измерялась, и там ровно то количество, ну, любой, да, жидкости, естественно. Я сегодня покупал эту воду в магазине верный. Готовила для вас воду, вот именно отсюда начнется исчисление, чем мерить вообще алкоголь. То есть до того, как мы получим бутылку 0,75, 0,5, 0,3, там и прочее. Синий огонь, обратите внимание, мы сегодня будем встречать в классике. Все песня. Синий туман, похож на обман. Невозможно удержаться. Танюха такая сегодня приезжает на Казанск, выходит и с ведром таким, вау, настоящая петербургская вода. Я кому-то подарила разочарование, потому что я была с пустым ведром, ты можешь себе представить? Ты была с пустым ведром? Конечно, кого-то расстроило. Пустое ведро, мне кажется, это старое Жигули без спонсора. Синий огонь, и там уже оказался как раз-таки ром. Да, уже ром, да. На самом деле, как же они, one for, еще пунш, тоже сюда же второе название этого всего. Я вспомню, расскажу это, one for sour, two for sweet, three for strong, four for weak. О, чел знает. One for sour, один кислый, это значит, одна часть лимона. Two for sweet, это два сахара, three for strong, это три рома, и четыре for weak, это четыре воды. То есть, вот как бы такая была даже, слушай, как тебя зовут? Андрюха. Я вообще, только лучше, только лучше для тебя. Прошел инициацию, прошел экзамен, понимаете? Сейчас есть спирт, а сгорит ли спирт? Не надо, Андрюхе, говорить, что... Нет, нет, отвечай, отвечай, у нас ответит целовальник. Жги, жги вот ему, давай. Отвечай, Андрей. В чем особенность? Когда у нас есть крепкий алкоголь, крепостью выше примерно 50%, он очень легко восполняется. По факту и водку, ту же самую, 40%, мы тоже можем легко поджечь, только для этого нужно будет ее нагреть сначала, а ром, по факту, может так использовать. Но крепость у нас никуда не исчезнет. То есть, 53%, которые здесь есть, даже 55%, они упадут примерно до 37-35%, вот так вот где-то. И все равно крепость останется как раз, поэтому не переживайте, сегодня разогреемся. Уничтожил! Тогда продолжай, продолжай. Да, и вот этот. О, вы как раз к синему огню подоспели. Так, это принесли с собой. Да, и поэтому мы специально поставили хотели. Мы прямо над ней, чтобы вы понимали, поэтому, ну, теоретически. Поэтому, если вдруг в какой-то момент, друзья мои, на вас польется вода, это так и было задумано. Это тоже не самое страшное. Естественно, все, что происходит, всегда запланировано. Так, вы прочитали все, да, рецепт джонки. Вот, видите, здесь на самом деле показана эта голова, сахарная. У нас, кстати, есть в Петербурге на Каменном острове особняк Фулинвейдера, который называется в народе сахарная голова. Почему? Потому что у него крыша черепичная, которая на самом деле вот напоминает эту сахарную голову. Там, кстати, снимали, например, замечательный фильм «Господин оформитель». Если вы не видели, посмотрите, там чудесная музыка Сергея Курехина, ну, и вообще, это считается одним из первых таких ужастиков у нас, да, еще советских, потому что, по-моему, 86-го, что ли. На Каменном острове, просто забейте. Очень легко, вы же очень хорошо запоминаете немецкие фамилии, Штекеншнейдер, Штауфенберг, да, то есть вот это все. Флинвейдер. Да нет, ну это, я постоянно рассказываю эту историю, когда в Берлине водил экскурсию, там же был июльский загород 1944 года, и мы на третий день идем в музей сопротивления нацизму. Это будет очень сахарный. Да, и Том Круз снимался в фильме «Операция Валькирия», вот поэтому. И фамилия его Клаушен фон Штауфенберг. Я называю эту фамилию, и через пять минут спрашиваю своих экскурсантов, кто? И они такие, ш-ш-ш-ш-ш. Ну, то есть, ну, очень сложно нам вот эти фамилии запоминать, поэтому. Поэтому... Так, у нас там вдали, за рекой догорала... Сахарная голова. Сахарная голова. Да, все верно. Да. В чем особенность вообще вот этой жонки? Почему так называется жонка? Потому что она делается как раз именно с пользой этой сахарной головы. Раньше сахарные головы, как вообще в Российской империи, они были... Как раз за твоей спиной как раз. Да, да. Вот так вот они выглядели. И по факту раньше были специальные сахарооткалывательницы. Да, 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 щипцы такие. Может, помните, да, еще... Да, у меня были такие даже еще у прабабушки на хуторе, когда сахар вот этот кусковой исключительно вот откалывался дома такой историей. Да, все верно. И как раз за счет вот этого сахара жженого, она и называется жжонка. Потому что сахар поджигался, сахар карамелизировался, и за счет этого у напитка появлялся такой, знаете, копчено-горьковато жженый вкус как раз. Петушков? Жженый сахар. Но все же ели жженый сахар. И это, кстати, тоже такое... Так, что ты льешь сейчас? Сладковина. Я сейчас лью, да, белая десертное вино. А почему белое десертное? Потому что, по факту, как я уже говорил, тогда пили в основном все-таки сладкие напитки. И именно белое вино десертное, оно нам хорошо поможет забалансировать этот самый напиток. Следующим ингредиентом у нас будет продукт, который как раз, наверное, я и представляю. Я к тебе подвигаюсь, потому что я хочу, чтобы ты был ближе ко мне, и чтобы твой звук шел прямо в маник. Давай его зажмем. Ой, тут же приняли закон, нельзя. Но мы мы с тобой в сером, не в радужном. А, мы да, мы в сером. Пойдет. Пойдет. Слава богу. Хорошо. Let's make Russia grey again. Слушай, он льет мое любимое. Я сразу не удержусь и тебе скажу, что если бы ты пил по-прежнему, то водка, кофейный, как лексир, это... Да ну! В общем, радует этот продукт, собственно, то, что ребята представляют сегодня на столе. Не, ну пахнет вкусно, но я я ненавижу кофейный шоколад. Мне кофе нравится только вот вот когда кофе. А, ну кофе же потому что же, да? Это на самом деле очень вкусно. Кто-то хочет присоединиться к этому аромату, потому что сейчас он ее туда добавит и не останется. Нет! Не пущи никого! В общем, он пахнет реально кофе, да, это целовальник. Почему кофе? Ты расскажи, как они делают это. Ты понимаешь, что там руками люди, индивидуально тебе это, понимаешь, на стол лил? Все верно, все верно. В общем, целовальник – это бренд, созданный нашей командой. Команда наша – это бар «Эль Капитас» в Петербурге. Такое довольно известное место как раз, да. Почему известное? Туда ходит мой любимый Антоха Лисов. Вот, да, 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 вообще. Ребята, конечно. Нас поддерживают очень сильно. И особенность этого бара в том, что в 21 году мы заняли 8 место в списке 50 лучших баров мира. Маленький бар из Петербурга, находящийся на Колокольной улице. Сколько метров бар? 52 квадратных метров. То есть это половина, даже не половина, да? Ну, половина-половина зала. Ну, это как, наверное, 3 четверти вот такого зала. На 13 человек плюс-минус. Ну, да, примерно так. В общем, есть чем гордиться. И когда говорят про алкоголь, когда говорят о том, что вы все сопьетесь и так жить нельзя, то, мне кажется, есть смысл сообщать вообще в принципе о том, что есть культура питья. И когда это выглядит подобного рода образом, а не бесконечным спиванием и запиванием. Знаете, как говорят итальянцы, да, чем отличается? Ну, почему у русских алкоголики, а у итальянцев, значит, эстеты и винолюбы. Мне говорят, потому что вы водку заедаете, да, или какой-то алкоголь, а мы ее наоборот, то есть запиваете и заедаете. Да, и в этом есть большая разница. Почему-то презентация не так пошла, как планировалось, но я найду это сейчас. Да, не по порядку, но... Пока ты будешь искать, есть смысл говорить, что когда на сегодняшний день мы реставрируем, например, какие-то рецепты, коктейли или в принципе даже хотя бы к культуре относимся и, например, читаем какую-то историческую справку, где там, не знаю, все пьяные на углу валялись, то надо понимать, да, что... Что это 90-е. Что ранее, мы вообще, да, когда говорили... О, наконец, стриптиз пришел, девчонки, давайте, давайте, раздевайтесь. Да, 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 это вы мне писали, что вы уехали не туда. Да. Да? И что когда мы начинаем изучать вопрос культуры питья, то прежде всего есть смысл говорить о том вообще, как это называется и о градусности, о которой мы говорим. Давай, Андрюха, искупайся. Поэтому ранее, то есть все алкогольные напитки, они, дай бог, ну до 30 градусов. Ну хлебное вино, например, 17 градусов. То есть это, ну прям, то есть и когда мы говорим о количестве выпитого, да, на условно там русского мужика, который очень много пьет, то мы должны понимать, что это эквивалент не того, о чем мы говорим на сегодняшний день. Это всегда раз. И что относящиеся к литературе, что относящиеся к исторической справке там или каких-то архивных документов. Это во-первых. А во-вторых, знаешь ли ты о том, как Польша пыталась отжать у нас право называть водку водкой? Да, так это она не пыталась, она пытается до сих пор это сделать. То есть ее не убедили Пахлебкина доводы. Валериан Пахлебкин, это единственный человек в России, к которому обратились за тем, чтобы он, значит, исследовал вопрос, чья водка, как название. То есть когда появился именно термин водка. И вот он отдал душу своему исследованию, одно из лучших, если как бы погружаться в премию, про культуру. Татьяна, подожди. Давай, сейчас, да, следующий этап. Он добавляет просека. Все верно. У нас завершающий этап. Это добавление игристого вина. Конечно же, раньше, когда у нас была Российская империя, что пили вообще? Какие три столпа русского, не знаю. Давай, сейчас все, что я сказала. Самодержавие, православие, народность. Только что установили памятник графу Уварову. Вот, а если говорить про алкоголь и застолье, это водка, это коньяк, это шампанское. Это все то, что было как раз-таки на столе. А пиво? Не, 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 пиво. Нет, тоже не так. Вот водка, шампанское, коньяк, это вот прям три кита, я сказал. Это звучит, конечно, страшно, это три кита. Так, дискуссия у нас обещается, но в конце, друзья. Добавляем. Да, да, да. Мы добавляем игристое вино. Откручивай. Почему так? Потому что игристое пили тогда все, и в особенности гусары как раз. Во-первых, игристое придает хорошего настроения, потому что есть пузырьки, которые... И этого достаточно. Да, создает у нас вообще желание невероятное развлекаться, а гусары были еще те кутежники, которые... Сейчас мы в этом убедимся, на примере поэмы Уланша Лермонтова. Хочешь веселую историю? Есть в очерках, значит, о веселых людях Петербурга. Ну, там обыкновенные имена закрываются, какие-нибудь там, гражданин Н, там, да, рассказывается реальная история, но при этом скрывается там имя. Но иногда угадывается. По реке Карповке, значит, сплавляются двое, и на борту у них лежат трупы, кажется так, людям, те, которые наблюдаются с берегов. По факту оказалось, что это гусары пьяные, поставили крест на лодке и в тумане, набили лодку шампанским, и вот этой процессией по реке Карповка двигаются. У меня прям, я хочу весну уже скорее, я прям знаю, что я буду делать. Короче, юность Толстого, я тоже чувствовал, что пора бы начинать. Он описывает вечеринку и кутеж, дичайший кутеж среди студентов Московского университета. Я ожидал начала с нетерпеливой радостью. После чая, которым лакеи обнесли гостей, у нас, к сожалению, лакеев не было сегодня, да, но, извините, может быть, и мы не аристократы, про вас не буду говорить. Дербский студент спросил у Фроста по-русски, умеешь делать жонку, Фрост? Ой, я, ответил Фрост, потрясая икрами. Вот это мне всегда... Ну, это вот так же надо сделать, блин, или подожди, или вот так, как, 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 трястись? Нет, я понимаю, как можно трясти там... Нет, ну икрами, это же, типа, ты должен делать как-то так, ну, типа, очень хочется... Но ты это делаешь сейчас не икрами. Ну, как, ты мне же, надо тренироваться, Паша. Ты это делаешь той части тела, которая все время утверждает, что тебя нет, хотя она у тебя... Я демонстрирую, я же, понимаешь, хитрая лица, понимаешь, так, а нет, нет. То есть я в этом плане должен вот так вот это делать, да? Мы так и делаем постоянно, если не заметил дважды только что. Ну, в общем, короче, как, как это, это прямо... Ну, в общем, очень вдохновительно. Икры в банках, черные и красные, да? И смешной. Ну вот, значит, так ты возьми за дело, они были на ты, да, обратите внимание, на ты. И Фросс, делая большие шаги, своими выгнутыми, мускулистыми ногами, стал переходить из гостиной в буфет, из буфета в гостиной, и скоро на столе оказалась большая суповая чаша, стоящая на ней десятифунтовой головкой сахару, посредством трех перекрещенных студенческих шпаг. Да, то есть вот они три шпаги поставили студенческие, вот. Барон Зе в это время без перстаса подходил ко всем. Ну, в общем, и дальше давайте, господа, выпьем все на бурдершафт. И еще он говорит, действительно, разденьтесь уже, ну, то есть они все такие в суртуках, а вот посмотрите там на человека, который там засучил рукава и так далее. Господа, тушите свечи, закричал так студент. Вот, напиток поспел. Мы все безмолвно смотрели на суповую чашу и белую рубашку девского студента. Сильно закапав пол, разлил жонку по стакалам. Ну, теперь, господа, давайте. Когда мы каждый взяли руку по полному липкому стакану, девский студент запел немецкую песню. Ну, и дальше он пишет про то, чтобы весь пол был залит сладким и так далее. Да, сейчас мы разливаем жонку для того, чтобы вообще, на самом деле, это не входило в планы в наши. Вот, кстати, обратите внимание, это форма студента. И вот здесь, по-моему, видно, да? Да, нет? Да, вот, видите? Конечно. Что это? Это шпага. Это студенческая форма. Она менялась. Она менялась, по ходу, 15 века, в связи с чем там были определенные бучи в студенческой среде. Вот. Но они действительно ходили со шпагом. И вы должны понимать, что вообще студент в 19 веке, это господин студент. Это было очень гордое, почетное и так далее. Потому что ты получаешь... Ну, сколько университетов у нас в Российской империи тогда было, да? Раз, да, я обчелся. Вот. Ты получаешь высшее образование. Ой, я смотрю, там уже у людей. Потом, если что, вот там на столике есть закусь. Давайте. Но это потом. Мы там чуть-чуть там что-то прикупили. Обещается. Сырку, оливок. Так, знаете, чтобы вы... И по земле. Да. Так. Пошел разнос желтки. Всем все хватит, не переживайте. Конечно. Вот, видите, это на самом деле тренировка в кадетском корпусе. 40. То есть вот они на таких шпагах тренируются. Так. А, ну а вот это Пушкин. Значит, с Пушкиным была такая история. Все всем хватит. Он любил жонку на самом деле. И мы знаем, я не был в Тригорском, но говорят, что там есть ковш, который был подарен его соседкой специально для приготовления жонки. Да, было и такое. И у Пушкина, вот, если посмотреть, например, из-за чего... Вы помните, сколько дуэли было у Пушкина вообще? Ну да, это очень точная цифра. Запомните, друзья мои. Вот сейчас прозвучала цифра, запомните ее, у Пушкина было дуэлей много. Вот видите, он тут, это всякие рисунки как раз оттуда. Вот он, ну это понятно. Вот это Лепранди, это тот человек, который вспоминал о том, как это все случилось. А это... А, это уже Лермонтов пошел. Значит, в Кишиневе там были... Сейчас я найду, потому что все перепуталось в доме Облонских. Да. Пушкин называл жонку Бенкендорфом. Кто помнит, кто такой Бенкендорф? Начальник жорданской стражи. Так, третьего охранного отделения его императорского величества. У нас на Фонтанке 16 есть здание, которое реинкарнировалось. Значит, там было сначала третье отделение, потом был департамент полиции, потом стало охранное отделение. Да, и он говорил, что... Потому что она, подобно ему, имеет полицейское усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок. И вот он приезжает в Кишинев, и туда приезжает Лепранди, и там два брата Толстых. М.Ф. Толстой и Федор Федорович Толстой. Федор Федорович Толстой, которому, извините, ногу во время одного из сражений оторвало, но это не мешает ему быть там гулякой и так далее, и так далее. Но они думают, куда пойти? Поедем в бильярдную. Вот они приходят в бильярд, и дальше они играют на интерес. Это значит на что? На бабки. Они играют на интерес, а потом третий, значит, после третьего интереса, жонку. Причем пить по кругу. Лепранди был против именно потому, что он знал, какое это воздействие оказывает на его другана Пушкина. Но Пушкин вписался, первый круг нормальный, а на второй круг у него уже началось. И он начал что-то мешать им, короче, шары сбегать. Ну и все. И ему сказали, что Пушкин выведет себя как школьник, а школьников надо проучать. И все. И Пушкин сразу завелся, вызвал их на дуэль. Ну, в частности, Орлова. И когда они ехали домой, ему Лепранди говорит, вы понимаете, что вы сделали? Ну, то есть, во-первых, вы сами это начали. Во-вторых, это явно джонка на вас повлияло. В-третьих, я сейчас закончу. Ты клянешься? Я клянусь. Я клянусь. Ты специальный микрофон закрыла. А, кому-то не хватило? Да, у нас есть. Друзья мои, ну что поделать. Ну вот, не, плюйте. Смотри, как я металл стремлю. А у нас ничего. Нет, у нас просто было заявлено одно количество людей. Да, ну ничего страшного. Кому-то... Так это называется ничего страшного. Я думаю, что это скидка просто на экскурсию на следующую. Короче, значит, хорошо. Те, кто попробовал... Подайте другим. Не-не-не-не-не. Скажите тем, кто не попробовал, чтобы они обзавидовались вообще. Потом, какие ваши мнения? Мы потом соберем, да, соберем ваше мнение. Вот. И, в общем, Пушкин... А у Пушкина все время его... Знаете больше всего, что его беспокоило? Не пострадает ли его честь? Вот он готов помириться, но как бы это сделать? Потому что он готов драться. Он никому не позволит себя называть школьником. Лепарантия говорит, спокуха. Он приезжает на следующее утро к этим... Эти двое тоже уже успокоились. Говорит, ну, в принципе, мы готовы. Ну, в общем, в итоге они приехали, да, и помирились. Но вот обратите внимание, что из-за всякой... Да, потому что вот отсутствие возможности выйти на улицу и сказать... Так, ну, чё ты вылупился? Вот это, понимаете? Нету фанатских клубов, нету как бы там рок-концертов. Вот у них и это... Какие мнения есть в аудитории по поводу вкусовых ощущений? Так. Друзья мои, мы собрались не бухать, да? За этим, пожалуйста, в профильные заведения и так далее. У нас... Это сладкий коньяк. Сладкий коньяк, да? Заметьте, что даже я не попробовал. Так что... Я вам предоставил эту возможность. Кто-никто не попробовал, да я тоже, представляешь, и даже я не попробовала. У нас образовательная лекция. Между прочим. Вы образовываетесь, да. Кому-то ещё надо, да? Потому что, кстати, хочу сказать... Держи. Я уже не первый раз это слышу от разных заведений. Вот вчера у нас был концерт, где вот часть из вас была в баре. И мне очередной раз подошли организаторы, ну, владельцы, и сказали, какая у тебя потрясающая публика. Я это слышу не первый раз. То есть в разных местах, где... То есть ты хочешь сказать, те, которые не жалуются, чтобы не хватило, и не будут. Хорошо, хорошо. Лермонтов. Вот это... Ну, хорошо, что все люди взрослые. Поднимите руки, кто читал произведение Лермонтова у Ланша. Нет? Значит, смотрите. Михаил Юрьевич Лермонтов, он же у нас учился... Ну, вот видите, он такой вот загадочный, задумчивый. Вот это мы сейчас оставим, потому что это манализ. Ты знаешь, вот это, кстати, АИ? Да, так тебе... В смысле, ты имеешь в виду маркировку или дом сам? Дом сам. Ну, в смысле, вино. Ну, известно, это такое, в 19 веке было. На сегодняшний день, ну, сегодня он переобразован вот в то, что вы видите сверху. Я предлагаю сделать эту тему нашей следующей с тобой. А будет шампань, которой тоже не хватит? Не, ну мы уже учтем, на самом деле. Не, ну, друзья мои, вы должны понять, что... И простите. Это во-первых. Да, это во-первых. Во-вторых, где же? Значит, смотрите, я хочу предупредить... Я зачитаю вам только сейчас отрывок небольшой. Причем я специально выбрал то место, где упоминается жонка и где минимальное количество вот прямо мата. Потому что на самом деле в приличном обществе эти поэмы цитируют невозможно. И это была потом проблема для Лермонтова, потому что он сначала ими прославился. И более того, вот я сейчас снял экскурсию по особняку Борятинских. Он как раз по имя Петергоф Борятинского вывел. Б.И. И все в тусовке знали, что это Борятинский. И ему... А он там потом, знаете, фельдмаршал Шамиля поймал, а ему там, знаете, на какой-нибудь... Ты помнишь, да? То есть за ним это потом сохранилось. Смотрите. То был Лафа, Буян Лихой. Лафа это имя такое. С чьей молодецкой головой ни Допель Кюмель, ни Мадера. Вот Допель Кюмель это настойка на Тмине. Вот мы специально поставили рекламу. Не Мадера. Про Мадера мы тоже сделаем отдельное произведение под названием Лекция. И даже шумное Аи. Аи это тоже у них очень был популярный напиток. Это в Шампании. Но я был в Реймсе. В самом городе Аи я не был. От Парижа до Реймса, там 40 минут на поезде. Ни разу сладить не могли. Его коричневая кожа была в сияющих угрях. И словом, все, походка рожей. На сердце наводили страх. Надвинув шавку на затылок, идет он. Все гремит на нем, как дюжина пустых бутылок, толкаясь в ящике большом. Шумя, как бес, он в избу входит. Шинель скользя, свалится с плеч. Глазами в круг он косо водит и мнит, что видит сотню свеч. Всего одна в избе лучина. Треща перед ним, говорит она. Но что за дивная картина ее лучом озарена? Сквозь дым, волшебный дым табашный, блистает табашный. Блистают лица юнкеров. Их речи пьяны, взоры страшны, кто сбру и весь, кто без штанов. Перуют в их кругу туманным дубовый стол и ковш на нем. И пунш в ушате деревянном пылает синим огоньком. Это жонка. То есть они точно так же поставили и начали. Народ, сказал Лафа Рыгая, что тут сидеть, за мной ступай. Я поведу вас в вере рая. Вот уж красавица лихая, пизда, хоть ложку и хлебай. Всем будет место, только други. Нам должна очередь завесть. Пред богом все равны, но, братцы, надо знать и честь. Прошу без шума и без драки. Сначала маленьких пошлем, пускай потыкают собаки. А мы же, грозные ебаки, во всякий час свои возьмем. И потом они такие, тургеневская барышня выглядела не так. Давай, давай, расскажи мне. Вот это да, вот это проблема, с которой ты сталкиваешься, когда, если, ну вот я сейчас делаю такую серию классики без соплей, где на самом деле все прописано. Ну просто это, там прописано не в стиле Генри Миллера, да, или там Сорокина, Буковский и так далее. А так, типа, иносказательно. Я уверен, что Лермонтов дожил до своих, там, 29, и раньше его никто вообще... Мартынов говорил потом, который его застрелил, что... Можность, я бы его все равно убил. Да, вот такая у них, при том, что они знали, ну, друг друга давно. Приятный человечек, одним словом. Ну, понимаете, мы все, конечно... По воспоминаниям Мартынова, главное удовольствие Лермонтова заключалось в том, чтобы прийти в какое-то общество и начать кого-то троллить. Троллить, да, он был жесткий троллить. Когда люди начинали чувствовать себя плохо, смущаться, там, что-то там, и как-то так, он сразу расцветал. Вот тема живая, понимаете? Если бы... Тогда не было прожарок, понимаете? Сейчас бы Лермонтов был бы просто... На самом деле, знаешь, каждый раз, когда поднимается подобная тема, и когда, там, не знаю, воротятся носы на тему, как можно опорочить честь, достоинство, там, не знаю, великих поэтов, песенников и других литераторов, но так, как-то на секундочку, да, жанровые все вот эти ситуации, которые происходят на сегодняшний день, там, даже по телевизору, та же прожарка, да, то есть есть когда жанр комедия, есть когда жанр, когда тоже, допустим, в мире коктейльном у нас есть уебар, да, где можно прийти и помимо меню получить порцию брани, там, да, кинуть тарелку с едой. Я не была, потому что, ну, одноразовая акция, со мной так нельзя. Ну, я, 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 на язычок, на язычок, ну, дайте, дайте я вынесу свой вердикт, да? Давай, давай, ну, тебе еще прям со дна, там, мне кажется, ты сейчас просто вслипнется. Ну, такое себе. Очень, очень, очень. Оно же вообще, весь, весь коктейльный мир, вот это впервые появляется коктейль, который приготовлен пропорционно для, вот, как бы, да, для одного человека здесь сейчас в ресторане «Медведь». Это происходит в девятнадцатом веке, в двадцатом веке. Андрюха не даст соврать. Андрюха, Андрюха собаку съел на медведях. А вот до того всегда это смешанные, вот эти, такие, знаешь, вот то, что в американских фильмах показывают, когда собирается какая-то вписка молодежи, и они вот туда сливают все, и мармеладки. И потом вот такие, вот эту фигню пьют, чтобы, ну, ну, разное есть название, мы можем открыть именичку Ерофеева путешествия, да, Москва-петушки, там очень много интересных коктейлей приведено. Знаешь ли, о том, что, кстати, по поводу Москва-петушки, как можно трагедию семьи из, допустим, отца-алкоголика превратить в отличную бизнес-идею, как сделал Шустав со своими коньяками. Ну, легенда ведь гласит, что у него отец горько пил, и, в общем-то, это была проблема и трагедия в семье, но при этом свои вот эти возлияния он описывал, то есть, да, ну, в рецептах, как он там какую-то наливку сделал, там, тут он там это смешал, то смешал, ну, до петушков, конечно, Москвы далековато там эти все одеколонные истории, но так или иначе. И Шустав, ну, легенда гласит, что он берет это за основу, отцовские рецепты, и отец спился, а он превратился вот как бы, да, в первого миллионера-миллиардера и ведущего специалиста в этой области. Впервые, да, человек на рынок выходит и вносит в Россию коньяк как таковой, то есть, да, название коньяк благодаря Шуставу можно было видеть на прилавках. Это гениальная маркетинговая стратегия. Да, да, несколько есть историй, но самое известное, это про то, как он нанимал студентов, которые ходили по кабакам и говорили, у вас есть шуставский коньяк? Я говорю, ну, какой шуставский коньяк? В общем, в итоге, в какой-то момент все начали спрашивать, что за шуставский коньяк, все спрашивают, у нас нет. Я так до сих пор доделаю, наверное, когда свое что-то продвигаете, а где, я не понимаю. На самом деле, если посмотреть на фотографии, например, старых конок или старых трамваев, там реально, и даже на Невском, реально очень много рекламы этого шуставского коньяка. Моя любимая фотография из Москвы, это Мьюзский трамвайный парк, это самое осиное гнездо декабрьского восстания 1935 года. Они что там делали, чтобы там баррикады легко было строить, потому что там эти вагоны рядом, и они их просто переворачивали нафиг, и вот одна из баррикад, и там торчит такой, знаете, шуставский коньяк. Понимаешь, насколько, насколько вот вообще, то есть, ну, если вот верить в это, это я просто к тому, что ни одна, кажется, фатальная днищенская идея, которая тянет тебя, безусловно, вниз, она не бывает, ну, там, с одной стороны. И ровно точно так же, читая литературу с бранью, и, боже, как так можно от слова жопа падать в оморок, но... Таня! Я специально. Ты же этим ртом... Детей целуешь. Детей целуешь. Причем без разницы, чьих. Подходишь? Ага, ребенок. Жопа, жопа, жопа. Только так. И когда, да, у тебя там следующее произведение... Ну, мне очень нравится эта история. Скажи, вот, опиши, опиши, пожалуйста, твое... Вот, когда ты слышишь слово «оргия», что ты представляешь? Я, во-первых, слышала, потому что это за дверью. Как еще? Нет, ну, слушай, ну, как «оргия», то есть, поиграем в крокодилде? Показать? Изобразить. Показать, да, или... Как у нас, ребята, мы просто финалку не прописывали в описании. Нет, у меня нет, у меня, естественно, ничего, кроме пошлятины. Мы специально нагрели, как бы, атмосферу, да, да, да. У меня, естественно, только пошлятина в голове еще может быть. Я просто к тому, что это отрывок из «Былого и дум» Герцена. В чем же состояли наши пиры и оргий, пишет он. Вдруг приходит в голову, короче, что день Святого Николая, и у них там много Николаев. Николай Кетчер был такой знаменитый, потом доктор. Ну, и Николай Огарев, Герцена Огарев. Это два таких приятеля, которые поклялись там на Воробьево горах, а потом в итоге один у другого жену увел, а второй там закончил как раз алкоголиком. Да, вот. Вот делаются сметы, проекты, это занимает невероятное... Один Николай едет к Яру. Яр — это знаменитый ресторан в Москве на Кузнецком мосту. Он, кстати, присутствует и в юности у Порсо. Яр — это тот же владелец, что медведь. Так? Все верно. Яр — это стрелочный вечер. Да, потом, значит, к Матерну за сыром, это какой-то был магазин, который сыром торговал, вино, разумеется, берется на Петровке у Дипре. На самом деле, это, кстати, молодой, извините, Герцена, а это молодой Огарев. На самом деле, вот этот вот магазин Дипре в Москве, на Петровке, там, ну, это они старости уже, ну, не как старости, в зрелых годах. Вот, они здесь просто плохо видно, если кто из Москвы, да, на Петровке Бути, они восстановили эту надпись, там, торговый дом Дипре. И в Ване Карениной тоже есть, Леве и Дипре. Я вот все время путаю. Стива Обломский приходит и с ужасом понимает, что, значит, то ли там Мадера, то ли что-то заказано не от Дипре, а то Леве. И надо срочно, да. При том, что, вот смотрите, какое владение французским языком. Огарев на эту тему, он когда там был, он такой каламбур принял, что Дипре о Долуа вы форнесе тужур. То есть Дипре – это фамилия, но Дипре – это на самом деле далеко. В смысле близко, если близко, а Долуа – далеко. То есть они этот французский язык знали и это все понимали, да. Вот, ну и дальше, вот как раз по поводу алкашки, да, как они… Как ты тыщет в меня пальцы. Перестань, я, между, даже не попробовала, понимаешь? Давай. Я просто обращаюсь к собеседнику. Я не обижаюсь уже давно. Мы как-то изменили шампанскому в пользу Риви Сальт Муссо. Я так понимаю, что это какое-то полусладкое вино или сладкое даже вино. В Париже я на карте у ресторана видел это имя, вспомнил 1933 год и потребовал бутылку. Но, увы, даже вспоминания не помогли мне выпить больше одного бокала. То есть они просто пальцем в небо тыкнули, им принесли сладкую вот эту совсем бурду, он ее выпил и не смог закончить. После ужина возникал вопрос капитальный, как варить жонку. Это вопрос, который в Блоу и Думе есть. Остальное обыкновенно елось и пилось. Вот, ну тут каждый участвовал, причем с высоты съеденного ужина. Зажигать, не зажигать еще. Как зажигать? Тушить шампанским или сатерном? Сатерн, Андрюха? Крепленое вино. Да, сладкое. Мало же сахарной головы. Надо еще как бы, да? Класть фрукты и ананас пока еще горит или после? Очевидно, пока горит, тогда весь аромат перейдет в пунш. Помилуйте. Ананасы плавают, стороны их подожгутся, это просто беда. Все это вздор, кричит кетчуп, все громче. А вот что не вздор, свечи надо бы потушить опять. Обратите внимание, они опять свечи тушат, как и в случае с толстым. А почему? Чтобы гомантики. А то есть, чтобы в темноте это имеешь в виду? Потому что больше же нет света, кроме свечи. Ну, тогда... Ах, то есть, это еще и вот этот... Таня! Ну все... Я такой и куда, я дитя цивилизации. Как мне, понимаешь, где это найти? Мы один раз, я когда работал в Собаке Руч, начали на нулевых, у нас был такой проект, я придумал поехать автостопом на родину Деда Мороза в Великий Устюг. У меня был такой костюм мышки, и мы поехали, значит, ну ладно, я еще там, знаете, как-то... Слушайте, в ноябре. А фотограф-то со мной вообще был, ботаник такой, в очках просто. И мы такие два городских парня совершенно не учли, что ты выходишь на трассу, и 4 часа дня, и все, и темно. Потому что вот это дитя цивилизации, ты выходишь, и светло, а там нет фонарей. А какая была идея! И никто не останавливается. Пацан, да. Странно, правда, да? Ну, потом я выяснил, что профессиональные автостопщики, они вообще надевают на себя светоотражающие костюмы и так далее. Но это отдельная песня, потому что, ну, материал-то было огнище, там много всего произошло. Вот. Ну и, в общем, да, вот он все это описывает. Самый интересный, значит, конец. Ну, пора тушить и так далее. Чашки-чашки, не надо чашки. Просто концовочка. Удалась жонка, удалась, говоря со всех сторон. На другой день болит голова, тошно, это очевидно от жонки смесь. И тут искреннее решение впредь жонки никогда не пить. Это отрава. Да, до следующей оргии. До следующей оргии. А информация о количестве выпиваемого хоть какая-то? Есть приблизительно? Есть. Просто супница, какая у кого была и все. Я даже думаю, дело вообще не в супнице, потому что есть и деревянные катки. То есть, да, есть и... Просто от объема данной конкретной посуды, которая была сегодня вечером. Ну, вообще они, конечно, бутылками измеряли. Если вот у них там какой-то спор или прочее, вот сколько ты там бутылок... Да, вот, например, знаменитый такой эпизод был у Марии Николаевны, дочери Николая Первого. У нее же был первый официальный муж Максимилиан Ликтенбергский. А она ему изменила с графом Строгановым. Такой бравый гусар, голубоглазый, с усами. Грех не изменить. Да. Тем более рядом живет. И граф Строганов, он приехал один раз в современную Прибалтику. И там, зная про его повадки, они решили как бы, ну, типа, его споить. То есть, будет такой круг. Значит, каждый выпивает по стакану. И он выпивает по стакану. А, нет, или... Короче, ему как-то надо было больше выпивать. Вот. Блин, забыл. Ну, короче, потом он говорит, хорошо, друзья мои, хорошо, стаканы я выиграл. А теперь давайте каждый выпивает по бутылке. И все. Короче, через какой-то момент эти все бароны там лежали, а Строганов такой, так, куда продолжить-то? Поедем. Теперь мы едем к цыганам. Да, теперь мы едем к цыганам. А ты знаешь этот кич, когда цыгане едут к цыганам? Цыгане едут к цыганам? Настолько купцы, гулящие купцы Третьей гильдии, вызывая цыган, ну, то есть, когда уже можно было. И вот этот момент, когда, то есть, денег настолько вот, как бы, настолько накидали, что цыгане едут к цыганам, потому что, ну, как бы, это же, ну, все, и поставь. Слушай, я предлагаю еще отдельно сделать про вообще, как бухали купцы. То есть, мы едем ко мне. Нет, к тому, что это отдельная, на самом деле, строчка в нашем резюме. А, ну вот, это большая реклама Дипре. Это Яр. А это Яр уже на Ленинградке, это уже загородный Яр. Ты представляешь, вообще, вот эту, на сегодняшний день настолько логично смотрится, что в ресторане, ну, есть какая-то развлекательная программа, музыка, там, да, и прочее, и прочее. А так, если же брать из начала начал, то ничего из развлечений нет. Мне всегда очень нравятся эти в ряд стоящие столы. Так, ну, электричество, нет, представляете? Ну, это, и, то есть, ты идешь, ну, вот, ты идешь, садишься за этот стол, у тебя нет выбора, у тебя есть сет-меню, да, то есть, мы снова к этому возвращаемся, и такие, как нового, так необычно, курьеры, ничего себе. И когда вот эти у тебя сет-меню, вот, ты поел, вот, ты выпил, это такая, да, часть, обычно, совершенно бытовой жизни, и когда этого становится много, есть потребность, ну, как-то, да, завлекать к себе народ больше и больше. И тогда появляются медведи на входе, музыканты, танцовщицы. Это все то, что будет в нашей следующей лекции. Это каждый раз, понимаешь, мы будем с тобой открывать этот кан-кан, то есть все, выше и выше и выше. Друзья мои, кто вот это такой вот? Там же подписано. Не-не, подписано Венисанов, это художник. Ладно. Это Гоголь, ребята, вы не поверите никогда. Вот тут же подписано. Прикиньте. Ну, на самом деле, если вам показать Достоевского без бороды, вы тоже ошалеете. Но он слушает коре, ему лучше. Не, просто воспоминания Хаксакова тоже есть про то, как Гоголь любил готовить жонку. Причем в саду Погодина, это опять-таки для москвичей, там сохранилась Погодинская изба на Девичьем поле, я все мечтаю там экскурсию провести. В общем, они там готовили. Таня, я пока не забыл, я же хочу вот еще что сказать. Держи, пожалуйста, тебе нравится моя рубашка? Мне куда-то, куда мне деваться, конечно, нравится. Мне все нравится. Не, на самом деле, друзья, да, короче, история такая. Мне написал человек, который тоже меня смотрит постоянно и говорит, я делаю рубашки. А я, дело в том, что я рубашки и костюмы ношу только для съемок и прочее. Потому что, когда, например, в Москву очень часто едешь, но не поедешь, особенно зимой, в костюме. Я одеваюсь, как бомж-мешок, да, то есть у меня такие штаны, знаете... Ты просто не видел того костюма, в котором можно сидеть 8 часов и натереть пуговицей. Нет, я знаю, что можно сидеть 8 часов, но все равно потом я там, знаешь, еще велик, я на велике зимой езжу, например. А ты просто не швед. Я не швед, и слава яйцам, что я не швед, потому что у меня была шведка, и она, когда уезжала в Швецию, она плакала горькими слезами и говорила, что вообще в гробу я видела, я не хочу там жить, как бы, да, и прочее. Потому что там очень скучно, грустно и так далее. Вот, и он мне написал, говорит, рубашки. Я говорю, ну окей, рубашки. И мы с ним встретились, и он говорит, давай, короче, я тебе расскажу. И оказывается, это даже не столько про бизнес-историю, а просто про идеологию. Человек болеет рубашками. Вот эти рубашки он ждет в Петербурге. У него три вида, значит, белая, голубая и черная. И вот он там все продумал, там воротнички, тра-та-та-та-та-та-та-та. И вот я вот сейчас ее надел, и она реально вот так сидит, как влетая, да. Он пришел, мне поправился, он оценил, говорю, так, хорошо. А, так это этот человек? Это он. Нет, так я люблю, мужские рубашки, так я люблю. Да, вот все, хотелось. Денег хватит? На рубашку? Включай, мы пошли. Пять тысяч. Точно так же, как не хватило жонки. На самом деле рубашка стоит в районе, по-моему, пяти тысяч, но она по качеству, на самом деле, не... На семь пятьсот. И сейчас ты должен достать. И вот эта рубашка, раз, пять, 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 два. Друзья, мы коми-важоры покупали. Не, на самом деле, я думаю, на всю пятнашку, потому что я специально посмотрел, вот я зашел в один, не буду называть, бренд, да, еще типа оставшийся фирмовой. Вот, поэтому по промокоду перец пять процентов скидка. Так можно было. Вы должны понять, что я не люблю вот эти все истории, но здесь как бы человек, не только что, который вот он, понимаете, он не спонсор, потому что он мне помог, например, воду из машины принести. Ну, как такому человеку не прорекламировать рубашки. Поэтому, да, друзья мои, вот, пожалуйста, прошу любить и жаловать. Ссылочку. Да, ссылочка в описании, естественно, на лайк, подписка, донатов не надо. Теперь давайте мы с вами, вообще, есть какие-то пожелания вот по поводу будущих тем и так далее? Я вам объясню. Этот формат... Как вообще формат? Да, как вообще формат? Ну, что вы еще можете сказать? Я стою на ходе, и выйти будет сложно. Говно собачье! Пришел! Жонки не хватило. Стриптиза не было. Вообще, ад... Хозяйка, хозяйка дрянь. Хозяйка дрянь. Ну и гадость, это ваша заливная рыба. Просто смотрите, на самом деле я к этому формату шел несколько лет. Да, я в свое время пытался... Не благодари. С другим человеком мужского пола это делать, но он там ударился в всякие там коммунистические прочие истории. Вот, и поэтому... Он, мне кажется, интересный может быть формат. Нет, у нас прекрасный тандем, и, кстати, он скоро... А там сухой закон будет. Да, и, в общем, вообще, конечно, мы планируем это потом уже проводить в каких-то прям заведениях, чтобы там уже все было там, знаете, там с каким-то кейтерингом и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы вы могли посидеть поездить, попозиться в атмосферу. Потому что сейчас вот мы там на столе, вот то, что на это, просто мы пошли в магаз что-то там накупили, там настрогали быстренько. Вот, это просто... А для вас, дорогие гости. Да, да, да. Вообще-то, Ириша тут стояла, выкладывала, понимаешь, чуть ли не розы из сыра. Да, на самом деле мы же это не анонсировали, это просто наш такой вам, ну, как бы... Давайте в первую очередь мыслить туда тех, кому... Четвертые ряды. Кому выпить не хватило, тому оливки и сырок. Вот. Поэтому, конечно же, в будущем мы сейчас это все-все, значит, проанализируем, да, и так далее. Более того, у нас, наконец, будет пилот, который мы сможем показывать разным людям, местам и прочее, прочее. Нам будет проще. Потому что это я просто вот так вот пальцем в небо, а, помещение вроде неплохое, все, берем. То есть, я правильно понимаю, это будет такая гастрономическая лекция, да? Да, да, это моя мечта, чтобы люди приходили, чтобы это был не просто там рассказывать, но чтобы какой-то был тест, тестинг, да, чего-то там, да. Ну, не идем, типа, all inclusive, сейчас я наберу. Я, знаешь, мне кажется, есть смысл в любом случае обратной связи получить, там, я не знаю, да, как у вас это происходит в плане, есть ли возможность там тебе куда-то писать, на тему того, что даже не формат, а с форматом понятно. То есть, это будет что-то на столе, будет что-то интересное выпить, посмотреть, если вы не уйдете рано, то будут танцы. И сама информация на тему того, ну, то есть, да, о ком, о каком времени, например. Потому что, ну, вот, к примеру, возвращаться бесконечно, там, не знаю, к Петровским реформам и возлияниям, к Кубкам Большого Орла, это одно. Возвращаться там в какие-то 90-е и 80-е, как бы, да, ну, тоже все понятно, с Биллингой и прочим. Нет, не все понятно, на самом деле, я хочу посвятить одну встречу, на самом деле, алкоголю советскому. Я даже знаю, кого позвать, не хочу сейчас анонсировать, я с ним скоро встречу, спрошу, если он согласится, это вообще будет бомба. Потому что этого человека тоже знает моя аудитория, и он абсолютно прекрасен, и не надо здесь спойлерить. Пришла там, подпевала, куласка и чего-то говорит. Да, поэтому, да, в общем, друзья мои, все будет хорошо. Да, если сейчас вот прямо есть желание что-то сказать, спеть, станцевать, плюнуть в морду, поцеловать, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Предложить тему можно? Нужно. Распутинские гуляния. Они очень мифологизированы, они очень мифологизированы, и более того, там всегда акцент делался не на составе этих гуляний, а на других местах. Потому что, если мы почитаем Пикуля, то он там Мадеру тазами пил с утра. Мы, конечно, про Мадеру сделаем лекцию, но не пил Распутин тазами Мадеру с утра, вот в чем проблема. Поэтому, да, поэтому, ну, Распутин такое. Сначала он просыпался, чистил зубы. Свой бар, то есть, не планируешь? Ну, в этом году у меня была альтернатива либо свой бар, либо квартиру купить, которую у меня... Так что извините. Да, но у меня просто так получилось, что все, все... Что, что, да, ну, у меня есть семья, которая живет в разных местах, а у меня своего собственного угла в центре не было. Я, наконец, закрыл гештальт, сейчас вот там доделается редкий случай. Обычно ты нанимаешь рабочих, и они делают все через... Через жонку. Через жонку, да. А в этот раз мне надо было там, знаете, поменять пару штучек. В итоге пришли такие очень крутые конкретные парни, и им не объяснить, что мне не нужна такая ровная стена. Ну, не нужна, мне нормально. Такой потолок мне нормально. Они говорят, нет, давай по маякам все, чтобы ровненько. Я говорю, да не надо мне. Ну, в итоге, короче, они меня переломали, и где-то все-таки по маякам. Вот, ну, вот сейчас это все доделось. Поэтому пока нет, но вообще в будущем возможно. Просто, понимаете, свой бар – это отдельные нервы, кровь, пот, слезы. Одним словом называется. Да, а я уже настолько утрахался, мне хочется вот еще чуть-чуть поработать, немножко выдохнуть. Ты помнишь этот монолог, идущего к реке? Вот я скоро такой же монолог запишу, только я буду по снегу идти к заливу финскому. Понятно. Про Распутина я услышал, что еще? На алкоголь бедных. На алкоголь бедных я предлагаю просто приходить ко мне на порочные. Это экскурсия, которая рассказывает, собственно, о том, о чем обычно молчат. Это когда мы от парадного Петербурга уходим как раз-таки вот в обычных. А вы к нам, да? Да. А мы уже закончили практически. Когда приезжают там условные, да, после отмены крепостного права мужчина и женщина, ну, какие-то условные, и вот как бы что с ними могло происходить. И мы от парадного Петербурга, где есть, в том числе мы останавливаемся на коктейли в Гранд-отеле Европа. И на том красивая жизнь заканчивается, потому что в конечном итоге экскурсия оканчивается в апраксиных рядах на рынке. Все как полагается, скатиться вниз. Ну, на самом деле алкоголь бедных, мне кажется, прямо, я не знаю, будет ли это интересно. Мы можем попробовать приготовить некоторые коктейли по рецепту как раз господина Ерофеева. Но я боюсь, что... Да, мне кажется, это одноразовая акция. Боюсь, что, ну, по крайней мере, некоторые дамы точно не воспримут эту идею. Ой, а я приду. Да, но я вспоминаю, что... Вот те шампанским плывут, и те шли шампанским. Так, хорошо, алкоголь бедных есть еще какие-то? Нет, досуг за Петербургом. Досуг за Петербургом? Кстати, одна такая маленькая, а что происходило в ней? Ну, на самом деле, я вам скажу страшную тайну, вне Петербурга все пытались косплеить Петербург, косить, да, да. Нет, но если брать, например, самую сферу, а зачем... Тут уже все зависит от среды обитания, потому что, понимаете, есть, например, среда ссыльных, это как бы одно. Есть среда, там, каких-то местных, вот этих маленьких чиновников, да, которые, это другое. Ну, есть крестьянская среда, где, знаете, там вообще не до развлечений, там не до жира быть бы живым. А я бы, значит, наоборот, предложила забраться в трусы, как ты любишь, знаменитостям. Ну, попасть, что, наверное. Например, огромное же количество историй, не только... Ну, в Романовых у тебя есть Романовы без соплей, и есть же огромное количество друзей этих Романовых. И они, спешу вам заметить, вечеринили, как бы, да, как и полагается любой золотой молодежи. И поэтому, ну, никого не удивить наркотиками и алкоголем, что уж тут. Но, по крайней мере, какие-то интересные игры, да, потому что вечер не может быть томным. Игры, коктейли, и вообще, в принципе, то есть, да, вот все вот эти, как сказать, ну, те же, да, со стаканами, то, что ты рассказывал, по большому счету, это вот игра, которая, в пинг-понг шарик играли когда-нибудь, то есть у вас стоят стаканы с алкоголем, и вы кидаете там шарик пинг-понга, он падает в один из стаканов, у кого упал, тот пьет вот, что там было налито. Я слышала про фарик. Очень много ромашек всеразличных было в этой области, и они отдельная песня. Есть еще отдельная песня, например, есть у меня врач, которому я однажды задала вопрос, то есть, возможно ли по вкусовым предпочтениям человека говорить о его, ну, медицинских, да, каких-то показаниях. Не в плане про болезни, то есть мы все знаем, что если хочется там соленого, сладкого, кислого, то это как бы, да, определенный там гормон, определенный ряд витаминов и прочее, и прочее. И у всех знаменитых людей, так или иначе, их рацион, ну, известен. И если от этого отталкивается, и, например, то есть, да, какая-то, ну, не то же, а у Екатерины была подагра. Ну, как бы, не про это, а именно какие-то, да, интересности, вот, меня туда тянет. Короче, друзья мои, в любом случае, тему мы сами решим, да, но... Спасибо, спасибо большое, ценим, любим. Знаете, сейчас есть такая модная фраза, я вас услышал, после чего хочется с локтя просто дать. Я вас услышала. Да, я вас услышала. Конечно нравится. Есть еще какие-то пожелания? Я вот, можно, ананас съем из... Да. Такой фармаз в Москве будет? Слушайте, да дайте нам в Петербурге-то освоиться, а вы уже нас сразу в Москву кидаете. Понять. Да, да, потом, ну, понимаете, Татьяна, она тоже мать, она же мать. Во-первых, я сейчас, между прочим, после вот этого всего пойду целовать ребенка. Тем самым ртом, которым она произносила такое страшное слово, да. Поэтому подождите, может быть, и до Москвы дойдет, поэтому... Ну, однозначно сейчас пока такая погода, и, знаешь, пока вот мы искали место, и не всегда же занимаешься поиском всеразличных лофтов, да, и прочее, и прочее. А есть такое большое количество всеразличных интересных, реально неизвестных, ну, как бы местечек, да, на которые... Ты знаешь, как я делала, когда мне было совсем-совсем скучно, я зарегистрировалась на Тиндере и ходила на свидание, но не за тем, чтобы свидание чем-то заканчивалось. Да, всегда говорят. Поэтому я все места знаю в Питере, ну, куда ты, чем ты меня удивишь, ну, куда мне надо сходить, чтобы я этого не видела. И так я узнала, что есть там какая-то станция рации, там что-то, ну, на свидание приглашали, и... И я так, думаю, ничего себе, как интересно, и тут получается, понимаешь, формат тоже интересный. Отличный, отличный айфак, я в Тиндере никогда не был, но теперь у меня есть, я тоже буду. Да, да, да. У меня есть просто один подписчик, он все время меня зазывает на это, у него этот какой-то спид-дейтинг. Я говорю, Павел, ну, приходите, приходите. Быстрое свидание. Да, да, я говорю, слушай, куда мне еще, куда мне еще и твой спид-дейтинг. Это весело, мне кажется, это должно быть весело. Не, ну, весело, ну, да. Хорошо, друзья мои, значит, в конце, на всякий случай, напомню, что у меня будут новогодние экскурсии идти каждый день. У тебя же новое в кресты, по крестам, перекресты. Кресты, подожди, там пока у нас будет съемка, да, будет съемка в крестах. Я там был недавно, это, конечно, улет, но насчет экскурсии пока не могу сказать, тем более это все с открытым городом. Есть еще несколько вариантов туда попасть. Да, и в Москве я буду после 12 января, там тоже будет, вот, поэтому все, да, да, все, что интересует внизу по ссылкам, там же книжки мои, ссылка на Татьяну, там, естественно, будет присутствовать. В отличие от того выпуска, который был до этого. Я поместил там все в итоге, я просто, ну, я как бы, ну, я с фрассони копирую это все и не туда ткнула. С ценим, любим, девиз сегодняшнего вечера. Да, я хотел тебя утопить. Нет. Твоя слава. Нет, Зай, ты же знаешь, не тонет. Ты моя пусечка. Ладно, в конце, друзья мои, смотрите, я сейчас, у нас будет такая акция, у меня вчера было днерождение, и мне подарили, вот, вместе с тортом. Я предлагаю на часть четвертого ряда, который мне, правда, не досталось. Подожди, орешки ручной работы. Да, ты хочешь быть моей сладкой белочкой? Нет, я... Да? Я уже... Хочешь мои орешки? Ну, давай, не заставляй меня унижаться, конечно, хочу. Вот, орешки ручной работы. О, это очень вкусно. К сожалению, их здесь не то, чтобы не 60, не 50, но даже и не 40. Поэтому четвертого ряда однозначно. Поэтому сначала белочкам, сначала девочкам, и, может быть, и окончательно. Девочкам, пожалуйста, все снесут, и, да, то есть это для девочек, да, вот, орешки. Значит, там у нас какая-то закусть, есть вода, если запить эту додолбанную женку, да. Большое спасибо целовальникам нашим, да. Я считаю, что первый, блин, или как там, никомом, да. Никомом. А колом. Да, поэтому всем спасибо. Мы заканчиваем съемку, а дальше уже продолжаем, так сказать, неформально вот это все. Спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы на самом деле планируем проводить такие встречи регулярно, но не очень часто. Уже будет совершенно точно следующее в другом зале, в более большом, более комфортном. Поговорим мы с вами на тему советского алкоголя, и будет специально приглашенный гость, которого все знают, но которого я пока не анонсирую. И это не значит, что в дальнейшем мы будем говорить только на тему алкашки, там будет масса всевозможных других предметов для разговора, там и моды, и психологии, и так далее. Так что у нас большие станет планы. Ну, а что касается моих личных планов, то вы можете приходить на мои новогодние экскурсии в Петербурге. Ну, а 13-го, 14-го экскурсии в Москве. Перед этим, 12-го мы играем с остросоциальным ансамблем в оконал-пабе. Так что можно разнообразить свой досуг до невозможности. Также напоминаем про книжки мои, которые есть. Остросоциальный роман Корень, книга про первое время русско-японской войны и путеводитель Невский с перцем. Все, что вам нужно, вот там внизу в описании по ссылке. Так что сходите туда, и будет вам счастье.